Добрый день дорогие друзья и большой привет всем от компании Ботхаус. Сегодня мы представляем вашему вниманию предсерийную модель скоростного катамарана Бобер. Его основные характеристики именно той модели, которую мы сегодня тестируем. 395 сантиметров габаритная длина, диаметр баллона 50 сантиметров и габаритная ширина 185 сантиметров. Наша задача посмотреть как Бобер себя ведет на веслах и под двигателем 6 лошадиных сил. Что можно сказать. На веслах он ведет себя просто великолепно. Несмотря на свою конструкцию которая отличается от всех наших катамаранах на веслах это просто пушинка. У него настолько легкий ход это просто удивительно. Один человек свободно разгоняется до 6 километров в час. Вдвоем скорость на веслах около 5 километров в час. Втроем те же 5 километров в час. Но очень послушный, очень легкий ход. То есть никакой толкающей перед собой волны нету. Минимальное сопротивление в воде. Ну действительно масса удовольствия и очень очень все хорошо показалось себя. Субтитры делал DimaTorzok Ну а сейчас мы поставили четырехтактный двигатель Suzuki 6 лошадиных сил. И посмотрим насколько будет этот катамаран глиссировать. Какая скорость максимальная. И вы сами все увидите. Если вы можете заметить достаточно большой мы сделали вынос баллонов назад. Причем баллоны загнуты вниз. Все в угоду безопасности. То есть при резком разгоне нос катамарана не задирается. И фактически нет переходного такого режима как у килевых лодок. Катамаран очень резко. Но в то же время плавно набирает скорость и выходит на глиссирование. Ну вот с одним человеком скорость была показана на моторе 6 лошадиных сил 29 километров в час. Что считаем достаточно хорошим показателем. И выход на глиссирование очень уверенный. Занимает буквально 3-4 секунды. Основным конструктивным элементом является низко опущенное днище. То есть оно выше нижней части баллонов всего на 6 сантиметров. Таким образом баллоны являются келями. Двумя келями по сторонам. Соответственно великолепная у катамарана остойчивость. Он не кренится в стороны как килевые лодки. И создается прекрасная глиссирующая поверхность. Добавляем еще одного пассажира. И вдвоем будем пробовать выходить на глиссирование. И посмотрим какая скорость будет вдвоем. С двумя людьми катамаран на глиссирование вышел. Ну не настолько легко как с одним человеком. То есть выход на глиссирование осуществляется в течении 6-7 секунд. Максимальная скорость была показана по GPS 26 километров в час. Что в принципе очень очень неплохо. Катамаран можно этот считать полноценно четырехместный. Вы видите сколько места. Прекрасная остойчивость. Очень комфортно внутри. Днище выполнено из надувного настила Airdec. Оптимальное давление накачки настила 0,7 атмосферы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а сейчас мы в виде эксперимента добавим еще одного человека. И посмотрим сможет ли катамаран выйти на глиссирование неся нагрузку трех людей. Ну заранее предполагаем что нет. Ну вдруг произойдет чудо. Ну посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чудо как известно не произошло. Катамаран на глиссирование не вышел. Но все равно при этом он двигался достаточно бодренько. Скорость была втроем 13 километров в час. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА